салям алейкум дорогие телезрители сегодня у нас в гостях замечательная девушка из узбекистана зовут умида умида рассказывайте всю правду как вы вообще попали в америку чем чем раньше занимались вообще откуда вы вообще что за человек появилась я приехала в 2015 году по туристической визе и осталась решила остаться здесь родилась и выросла узбекистане город наманган а потом переехали мои родители в город тюмень и как там после узбекистана все-таки холодно холодно а люди хорошие в тюмень хорошие нефтяники нефтяники богатые все рублях или в долларах конечно нефть наверно продает в долларах понятно понятно хорошо то есть родители где-то по нефти у вас нет нет родители простые нефти связаны связаны нет а что делают торговли плов умеют делать обязательно а вы я тоже умею плов обязательно все ну хорошо значит то есть но вам приходится делать плов или вы так только умеете нет приходится каждую неделю готовлю неделю один раз кому себе подружка ну там казан у вас есть у меня есть казан чугунный чугунный в бруклине в нью-йорке продаются вот для чего нужен бруклин и нью-йорк вот чтобы купить казан можно в америке есть казаны чугунные можно купить давайте мы значит все-таки вернемся вы приехали еще раз когда пятнадцатом году где-то в ноябре 2015 года назад приехали подумали остаюсь чем английский знали нет не знала образование какое а среди медсестра средняя специальная можете укол давайте но найти то все могут а так чтобы попасть значит ну хорошо так приехала в нью-йорк надо первое время разрешение на работу еще не было работала в этом узбекском ресторане и да хорошо чего и дают дают а кто больше дают узбеки или не узбеки русские матчи дают и оттуда или местные то есть не хорошо но как бы сколько зарабатывает официантка в узбекском ресторане вот так что восемь долларов где 90 в день да потому что там цены маленькие вот где это не супер хороший был ресторан обычный такой простенький ну я знаю что девочки зарабатывают и раза в два и в три больше аж 150 зарабатывать 200 зарабатывает но вот где я именно работала 80 хорошо ну хватало на жизнь хватало еще плюс у меня зарплата была 50 долларов хорошо хорошо теперь значит поработала официанткой английский подошел английский не подошел но я пошла в школу маха это немножко получилось девять месяцев каждый день ходила учила что приехать в школу уже хоть а вы уже знали про нас обязательно вы что это не мой первый шаг был подождите так вы когда решили что остаюсь вы уже про нас я еще не естественно я все шаги свои придумала по вашему сайту как это говорим про юсэй ну это не мой сайт это не мой но я там активно я когда-то очень активно участвовал сейчас я чисто номинально участвую это не мой но но как бы я его люблю очень да я авто посмотрела как я могу приехать в америку куда я могу пойти работать отучиться это все я приготовила фундамент я хочу сказать ребята что под каждым нашим видео там есть набор ссылок и самая первая ссылка идет на форум говорим про вида это такой источник информации вот которым у нас умида умида воспользовалась умище так куда девать древний народ друзья узбеки правильно соображают значит воспользовалась форму то есть вы когда решили что остаюсь вы уже знали что вы к нам естественно до годы годы лет 5 лет ребята 5 лет до этого образование вы работали медсестра нет в узбекистане один годик поработала и потом переехала в россию и там уже не работала так я работала в торговле тоже ну хорошо так и так поработали бы в ресторане получили разрешение на работу получила и и поменяла работу другую на разных работах на что ну например например за бабушками смотреть что получает чек смотрящий за бабушкой 12 долларов в час получает в месяц около двух тысяч это с проживанием или есть проживание которое подороже а я без проживания работа вы зарабатывали там две тысячи в месяц но и еще где-то снимали жилье там и так далее до комнаты снимала за 700 хорошо каким образом у вас улучшался английский что происходил как как это происходит а в груклине никак не происходило потому что вообще я не видела американцев я да к сожалению или где я работала там их не молода потом я пошла учиться в махэттен более-менее где в классах есть другие национальности я с ними начал уже говорить немножко переборола себя и уже заговорила мне кажется так надо будет еще бойфренда американцы нет многие многие находят но зайти в нью-йорке найти трудно говорят американцы бойфренда я думаю сказать там все мальчики интересуются уже не девочками а мальчиками там что-нибудь такое мы в кафешку недавно сходили там очень много было мужчин понял хорошо так работали значит с бабушкой потом работала диспетчером устроилась на траковую компанию но у меня там знакомые появились русскоязычная русскоязычная у них траковая компания я естественно пришла поучиться у меня не получилось потому что языка не хватило на тракт на диспетчера на диспетчера да потому что когда заказы принимаешь надо говорить по грязи то есть не получилось не получилось да потом а пошла в ликюрный магазин устроилась самое главное я там не продавала а я разливала дегустацию дегустацию американские это американские компании а девушка менеджер наша была русскоговорящая что именно разливали не помните стелла роза вино вино разливала очень вкусно то есть крепких лопитков вам не доверяли 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 и это ну раздаешь стоишь вкусненько остается домой забираешь а вот было такое что придут там дегустировать там из каких сеть мусульманских стран а вы знаете в руклине все любят бесплатно попробовать то есть даже если вот конечно но если и конечно если он сильно религиозным он наверно вообще не зайдет раз зашел уже человек почему бы не попробовать вы знаете я вспомнил как много-много лет назад мне было то лет двадцать шесть двадцать семь я оказался в боку в командировке и жил в гостинице там как-то на 2 на 2 места было был номер и каждый день у меня менялся сосед да да и каждый раз он когда откуда что чего из москвы по говорили они и тут же какие-то родственники прибегали какую-то курицу приносили в газету завернутую какой-то коньяк у них с собой был значит очень гостеприимный может я после этого лет десять не мог даже вот на дух переносить алкоголь алкоголь вот но я пытался как-то защищаться я говорю вы же мусульмане я говорю что же вы так вот это но и мне один говорит так из гордости он говорит мы такие мусульмане которые с удовольствием они очень гостеприимные баджанцы так хорошо значит дегустировали дальше дегустировала и сюда дегустировалась и поставили поставила цель я говорю все даже не могу должна отучиться все время идет английский английский нормально сейчас я могу объяснить как как произошло как произошло я 8 месяцев училась языку языку я почти не работала вот когда училась да и и я все время в школе находилась библиотеки ходила учила язык и то есть можно вот так куда можно а там люди вокруг они с не родным английским не родным а кто там корейцы многое скорее еще турков много турчанок симпатичные симпатичные и современные хорошо не то что мы да и разные национальности там испаноговоряю дружелюбную да да дружелюбная хорошо так жили вы жили мыслью о нашей школе обязательно друзья можете представить приехала я выхожу в коридорах она меня увидела и заплакала конечно грамм прямо слезы я думаю что случилось нет и я до сих пор вспоминаю и хочу плакать потому что с одной стороны я вашим была кумиром все время смотрела тысячу сейчас людей смотрят там тоже да знаете когда сам человек себя переборит вот добьется я добилась я мечтала я дошла я вас увидела я еще вот так буду делать так да так что родители ваши где родители сейчас в тюмени они посмотрят обязательно мама вы знаете иногда они мне деньги отправляют она не говорит домой возвращайся нет 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 такого не говорят достигай свои братья сестры есть а у меня один брат всего лишь на младше мой брат сколько в брочку 22 ну он говорит поеду к сестре нет он немножко не нефтяник 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 хорошо заняты сами хорошо ладно так возвращаемся к нашим делам у нас уже сколько парни три недели ну и как у меня нет технического образования да ну у вас какой-то опыт же был воспользовались компьютером как-то да 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 с телефоном там да вы знаете не сильно трудно просто термины надо мне выучить а так все пока идет нормально а что вы техническое такое лучше вот кроме тестирования что-нибудь еще там html какой-нибудь было да у нас был простой для меня сейчас джава скрипт немножко сложнее но время надо просто много и парня время то есть вы работаете у меня серии просто учитесь только учить хорошо только учить но друзья какие завелись а да мы сейчас живем опять девушек из нашего класса и нам так весело живете здесь на калифорнии ну а что и в чем вы живете честно не знаю что то что вам бедрум ту бедрум 2 спальни на 5 человек то есть два два и один там посредине нет трое побольше где комната а двое отдельно а значит очень хорошо то есть весело очень занимаетесь вместе обязательно выходные что делаете честно все занимаемся пока занимаемся у кого-то машины есть из пить до девчонки есть то есть вы можете сесть пятером к океану там да по пиву ну да а что пьете вот чай зеленый и черный зеленый и черный хорошо и чай это же сказать а сладенькая там чуть ликерчик пока нет ну хорошо а то вчера знаете человек пришел вот такую я такого размера никогда не вот такую бутылку принес ирландского вот этого до он кофейный этот как бились да 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 и я нас коллектив в общем то есть 10 человек они у меня и тут же конфисковали под видом того что у меня в офисе интервью как не было его и без кофе конечно кому сахара не хватает очень хорошо ну что значит чё нас впереди да как как и риде у нас экзамен ветер потом еще учиться учиться еще посмотрим по ленински так учиться учить такой вопрос когда вы от учитесь сейчас получитесь потом на практику в компанию пойдете потом на работу куда-то пойдете там вы хотите остаться тут вот вы видели разные места или вы поехали бы в нью-йорк или может быть в лос-анджелес вас тянет или ну вот куда вообще меня в нью-йорк тянет потому что там вкусно то есть больше стресса тут слишком спокойно когда работать начнете поймете где стресс если честно где работа я туда потому что хорошо хорошо нету здесь на самом деле я считаю вот и так я не знаю насколько это привлекательного там для нашего зрителя но я вот поскольку у меня я папа девочки у меня две внучки и я вот считаю что девочка должна быть там где хорошие мальчики мы когда-то свою девочку водили например в шахматы и я с ней на соревнования ездил там с их командой ну то что я считал что за труд тоже отвезти ребенка там и заниматься да ну там хорошие мальчики шахматы играют ты живешь в москве если это не синагога то где еще собираются хорошие еврейские мальчики игры ну или кому-то пытались вот начать как могли не пошло не пошло но просто я хочу говорю что ну так мы старались поэтому в принципе в правильном месте друзья ознакомиться будете если кто-то скажет вот я увидел там тут же вот готов все бросить будете знакомиться поздороваться поздороваюсь но пока я знакомиться никогда потом через три месяца да ну чем друзья если кто-то хочет познакомиться вы пишите в комментариях хочу познакомиться а а она же когда дойдет березка ты может познакомиться с кем хорошо ладно тебя ну подождите так а что у вас было тяжелого вот все люди которые в эмиграции там находится они проходят какие-то периоды когда все плохо когда уже не знаешь там как жить дальше когда хочется все бросить там вернуться домой для утрирую но есть люди которые через это проходят я тоже проходила через это у меня тоже мысли были когда вообще нету английского и иногда так обидно и говоришь блин зачем я сюда приехал может быть заново обратно уехать и что мне что меня напрягало это когда я работала официанткой за бабушкой сантрела перебороть себя почему я это делаю зачем это я делаю иногда хочется бросить деньги платят ну деньги платят но я же могла там нормально поэтому немножко было трудно перебороть вот это но потом привыкла но мысль о том что когда-нибудь вы окажетесь у нас да это меня держала я всегда говорила это мой первый последний шанс можно сказать что вот допустим я бы вас спросил но вот если бы вы сегодня вернулись назад на пять лет назад то как бы вы изменили может быть или там улучшили тот путь которым вы шли можно сказать что вы бы например там больше внимания уделяли английского набирать сто процентов вы знаете я думала нет я приеду в америку как и все так думаю но я приеду в америку английский придет не приходит если ты не зубришь она не приходит надо книжку открывать чтобы она пришла чтобы это вышло так как вы живете в тюмени или там не знаю где да и хотите изучать английский вот сейчас бы вы как его изучали или скажем кто-то спрашивает вас а как изучать вот что вы скажете вы знаете я бы сейчас если была бы там я бы взяла бы онлайн классы да онлайн сейчас есть программы и можно учителя видеть и говорить говорить недорого недорого это недорого 20 долларов ну я не знаю для россии сейчас может быть дорого до 20 долларов в час на так это с учителем или просто сносить с учителем уже есть места где просто люди с носителями вообще с учителем а до до этого перед тем как я приехала я взяла курсы она была русскоговорящая но это было очень уже поздно послушайте а вот например взять какой-то курс пусть даже в skype где-нибудь там с кем-то кто ну допустим преподавателя английского но может быть он не в америке а может быть он где-нибудь я не знаю там в харькове так не годится годится я девчонок вижу которые жили всю жизнь киргизстане или еще где-то советском они все так хорошо говорят первый раз приехали сюда год уже всего лишь живут но у них такая хорошая база хорош потому что они учили они в университетах учились английскому я замечал кстати что действительно оттуда девчонки хорошо говорят да это интересное наблюдение так что давайте будем учить английский если хотим приехать сюда ну хорошо у вас уже есть грин карта а к сожалению нету я в ожидании еще но вы уже прошли там интервью еще не прошла нет нет вот самая первая иммиграционного офицера и вы не видели нет еще не видела и сколько шли на три года нифига меньше чем три года два года и восемь месяцев но вам назначено где нет еще и ждать сказали жди и жди и пути господи боже а вы проходите по нью-йорку да то есть по нью-йорку ну хорошо не не переводить же вам кейс то есть вы можете то есть просто вы должны оказаться там тот момент когда у меня есть сейчас с кем живу там девушка хорошая она если чё уведомить меня да то есть она адрес там нельзя адрес есть адрес тот же остался ну хорошо друзья давайте мы тогда пожелаем успехов нашей слезливой плакси вакси пожелаем успехов вот девочка эмоциональная старается вот и чтоб все у него получилось и давайте в этом месте друзья мы в карму всем вам запишем плюсик вот но не 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 просто так а запишем посредством того что вы ставите лайк под этим видео и получаете плюсик в карму а вы в девушки и прилично так воздушные поцелуи послать нашим зрителям нет у нас так делает коррета как его вот так спасибо скромненько ну хорошо а восточная девушка может глазки строит сейчас вы знаете мы немножко это современный да могут да глазки хорошие глазки большие такие все можно глазками туда-сюда нет а вот там не носили парам паражу носили и до сих пор носят в деревнях где сейчас живут а какой смысл смысл традиции религия разве требует религия требует лицо женщины закрывать холостой незамужней замужней как раз то есть пока не замужем ходи как хочешь но у них не ходи как хочешь а я сильно далека от религии так что да я не буду вопросы религии мы оставляем для других собеседников хорошо давай вот что сделаем ночи так это само собой я имел ввиду вот это вы машете а я машу вот этой и мы вместе говорим ребята до встречи до встречи пока